Да будет свет! Освещение Харцизских улиц будет восстановлено в полном объеме, утверждает директор коммунального предприятия Харциз Горсвет Александр Малик. Сделать это раньше не представлялось возможным из-за недостатка финансирования. Мы всю зиму просто устраняли аварии у себя на сетях, не меняли мы, будем говорить, лампочки. В течение года у нас очень много сейчас потухших фонарей по всему городу. И уже с мая месяца у нас началось более-менее нормальное финансирование. Мы уже можем закупать материалы ГСМ и начали восстановительные работы уже в плане восстановления освещения по району. Бригадам электриков Горсвета уже удалось смонтировать новые светильники на улицах Огарева и Мира на трубной стороне, а также восстановить наружное освещение черемушек. В планах ко дню шахтера завершить ремонтно-восстановительные работы в поселках Зуевка и Троицка-Харциск. Там очень большие разрушения по нашей линии. Есть и опоры, в которые попал снаряд. Нет опоры, надо восстанавливать все. Порядка полкилометра линий надо восстанавливать. Ну, это только по Зуевке. По Троицке-Харциске там тоже делаем сейчас объезды, смотрим, что там надо восстанавливать. То есть в планах мы до сентября месяца все восстановить. Кроме того, бригады Горсвета приступили к обрезке деревьев, угрожающих порывами в электросетях. Обрезкой деревьев мы занимаемся только такими ответственными, опасными участками, где нужна вышка, будем говорить, специалисты, которые могут работать на этой вышке. Сейчас просто накапливается количество деревьев, которые необходимо удалять. И потом уже осенью мы более активно займемся удалением больших и опасных деревьев. В обязанности Горсвета сегодня входит и обслуживание светофоров в Харциске. В связи с этим руководство коммунального предприятия просит харцизян сообщать о сбоях в работе светофоров не в ГАИ или милицию, а в диспетчерскую службу Горсвета по телефону 4-22-52. Продолжение следует...